В эти минуты Владимир Жириновский делится секретом со всеми нами, как бороться с продуктовыми санкциями Запада. Лидер ЛДПР считает, что каждый житель страны может самостоятельно обеспечить себя здоровой натуральной пищей и советует брать пример с него самого. У нас есть трансляция из частного хозяйства Владимира Жириновского в Подмосковье. Давайте посмотрим. Они создают рабочие места. И это безопасно. Потому что где-то падешь скота и все уничтожить надо. Вот здесь чума свиней. Там где тысячи голов, всех их уничтожают. А здесь будет пару свиней. У хозяина тройка свиней. То же самое все остальные. Вот никто никогда не болел здесь. Единственное правду скажу. Страус мы пытались. Трех страусов я приобрел. Сперва один погиб, второй третий. Что-то не то кормим. Но это потому что не наша птица. Одно дело Австралия, другое дело здесь на севере. Племянник, который ухаживал, наказан. Один уже умер, второй тоже далеко не выгнал. То же не первый мастер-класс от Владимира Вольфовича. Политику импортозамещения в действии он показывает на примере своего частного подворья, который увеличивается с каждым годом. Но это не лишним будет сказать, что среди парламентариев в этом вопросе он считается едва ли не главным экспертом. Лидеры ЛДПР считают, что подсобное хозяйство может обеспечить натуральными продуктами минимум одну семью. А если подойти к вопросу глобально, гораздо больше. У самого жириновского хозяйства есть кур, гуси, кролики и корова. Давайте еще раз вернемся к этой прямой трансляции. Вот 50-60. Можно забивать, шкурки сдавать, на стоимость шкурок покупать овес. Питание очень схоже. И куры, и кролики, и овцы, и коровы. Конечно, всем нужна растительная пища. Сейчас все выбраны. Вот трава, где есть. На зиму закупаем сено. Вон сарайчики стоят. Были из-под сена. Сейчас в другом месте у нас. Вот. Уход нужен, конечно. Но это очень... Политик уже не раз говорил, что тем, кто хочет заниматься развитием частного хозяйства, необходима государственная поддержка. В частности, Жириновский предлагает упростить порядок приобретения земли, а также искуить выдачу разрешительной документации. Шкуры, перо.